всем доброе утро 8 утра у нас посмотрите какая красота дождичек прошел я проснулась в 7 дождик еще не было сейчас он часочек пока так хорошо открыла окошко и думаю не помыть ли мне его ну уж по завтраку то я здесь точно ученки ну какая картина прям грасла грас радуются девочки у меня вчера немножко подсорвала башню короче я купила рижский хлеб такой вечером и как топтанула половину буханки с этим с холодцом и горчицу купил злую злую такую о как мне все продрало право я про скажу до печенки ну все часы я свои голодания этих голодования это интервального прервала думаю что-то мне не нравится эта история с интервальным правда срывает потом уже 33 дня считай да я почему пытаюсь посмотреть сколько здесь грамм а полкило начиная 250 грамм хлеба топтанула вчера не потому что умерские девчонки вот этот классный уфимского нашего завода я не знаю есть ли у вас такой ну наверное везде до продается короче будем делать бутербродики вообще его купил еще бутербродики делать потому что удобно он нарезанный кусочки сразу маленькие вот такие думаю два вот будем делать бутербродики все-таки без завтрака девочки я не могу я привыкла правда у нас этот и чувствую себя гораздо лучше с завтраком не отрезается или падает чувствую себя гораздо лучше с завтраком чем без это правда все мысли о еде но это потому что когда специально начинаешь гладить тогда иди а так вроде отвлечешься когда вот просто нет времени пожрать тогда вроде не думаешь спокойно терпишь ну короче мой желудок возмущается он не может он начинает ныть болеть и несмотря на все мои там таблетосы которые я пью с утра он все равно больно давай уже складывайся он все равно болит девчонки правда сказали масло вот это вот как он называется вкусноте его очень вкусно я его первый раз брала очень вкусно как сыр у меня сегодня российский кофе у меня монарх молоко у меня первый вкус из башкирии за окном родная уфа девочки жизнь удалась ой нет этот кадр я вырежу очки этот кадр я вырежу придется вырезать все у меня голые лехи попали на 20 ладно я просто такая не одета еще мы только проснулись вы бы видели еще мое лицо но не подождите как только проснулись час назад так сыра у меня сюда четыре кусочка вот этих вот на глаз я определяю или в испании был один большой кусочек там уже нарезка была или четыре вот таких маленьких не на сколько здесь грамм ничего не меряю вот так просто каждый день каждый день every day так это сюда кофе заварился кофе без сахара я вот думаю нафига я купил этот френч пресс если я в нем все равно не завариваю кофе ой что за человек он на 600 миллиграмм ой миллиграмм миллилитров и наверное так так масло сюда и наверно мне так много ну хотя в принципе если я 4 5 кружек с утра кофе выпиваю да чё много ну посмотрите какая красота это мой завтрак мячки короче просыпаюсь я вот такая вот ладно у меня уже видите вы говорите не стригись не стригись коротко все коротко не стригись у меня видите вот чё вот вот так вот я и красавица сегодня постараюсь понедельник вторник работал другая мастер не лариса сегодня постараюсь этот постричь если получится короче вот так вот и живем без фильтра хочу делать краска есть минуток постисти кстати кому интересно стричка но по крайней мере вот здесь вот таком небольшом салоне на мои волосы а по-моему мужская тоже на мои волосы стоит 500 рублей кстати про маникюр не сказала маникюр тоже в этом салоне первый раз я когда ходила но мне же наращивание было оранжевый ты когда делала то что свои ногти были короткие и вот эти вот ногти были не этот наполовину точек надо было как бы такой структур короче нарастили этим на верхней форме она взяла за это две с половиной тысячи вот сейчас она уже сняла ну как бы просто делали коррекцию маникюр и ремонт вот здесь вот ноготь немножко этот сломался сломался он там как-то своих короче там такая вот выемочка небольшая в общем ремонт 50 рублей 1 ногти в общем она сменой взяла 1250 представляете я-то приготовилась уже опять тысячи дала как нет еще 250 хорошо но делает хорошо правда девчонка такая приятная все девчонки всем хорошего дня приятного аппетита в день недели не знал компьютер закрыт еще я еще только почитала в этом в чате все сообщения пока на балконе курил сидел сколько прочитал сообщение в чем-то такие молодцы все обсудили туда правда как в энциклопедии уже можно заходить сегодня обсуждали духе так что кому интересно присоединяйтесь к чату ссылки начат под под этим под видео всегда хорошего настроения а мы сейчас сроку пойдем перешим вот мне цвета гордина надо перевесить я вчера смотрел смотрел как полезу даже не представляю ну попробую опять с пресла но просто посмотрите и всем покажутся а Ну вот и все. И снова красавица. Я сегодня в своем стремлении к красоте просто неудержимо. Насла девчонки эти маски. Фу, села под вентилятором здесь. Это, думаю, я уже покрасилась. Села под вентилятором сейчас. Так хорошо обдувает меня. Брис. Брис есть у нее. Как называют? Вариант. Брис. Короче, такой волнами накатывает. Нашла в этот. Пока красилась. В косметичку залезла. Я же привезла две маски. Алоэ Веру. Думаю, что же я их. Зря, что с собой перла. Ну-ка сейчас этот. Сделаем себе красиво. Лучше бы у меня этот Брис не сдул все эти маски. Я и делала одну. Ну, в смысле, один раз ее. Я их брала. Три, что ли, штуки. По-моему, три, да. И он у меня так прям. Хорошо после нее встал. Тебе куда? О! Алоэ Вера. Сейчас, думаю, они такие прям вот напитанные. Не очень удобно раскладывать на лице. Они почему-то очень-очень мокрые. Сейчас я что в спальне-то присела? Думаю, сейчас я сразу прилягу, да? Вы же мне говорили, я тогда маску делала. Ну, я же тот еще косметолог. Я ее пытаюсь разобрать. Блин, да как она? Где у нее начало, где конец? Это самое. Вы же говорили, надо лежать. Нет, тебе это не надо. И Риско тут сразу все. Все прискакали. Риско. Нет, это не тебе. Короче, она мне что-то не понравилось. Я что-то не стала делать. Она вот такая. Не очень. Как-то не могу я ее разобрать. Сейчас. Сейчас все будет. Вот. Так, это, наверное, глазешки. Вот сюда. Пойдут. А это... Пойдет. Блин. Ну-ка, что-то вся вывернулась. Это вот неудобно. Ладно, будем по месту сейчас сразу это самое. Тынт. Разберем. Ой, блин, опять на волосы прилепил. Я почему... Вот несмотря на короткие волосы, да? Надо что-то мне какую-то штуку сюда, наверное, купить. На этот. Чтобы поджимать. Они все равно вон попадают. О-о-о. Девчонки. Короче, она, походу, на любой размер. С выточками. Такая. Сейчас я сделаю. Наверное. Ирис, вот ты-то хоть не мешайся. Она пугается. Ребенок пугается. Ну-ка. И вот... Как думаете, свезет меня? Свезет? Вот ее, ну, сильно надо натянуть. В этот раз. В прошлый раз я изглазнулась вся. Вся просто. Так. Это давай сюда пошло. Так. Чего тебе? Иди залезай на кровать. Иди. Иди. Она неуверена. Можно? Будем мы спать. Или что мы сейчас будем в таком виде делать? Да, Ирисов? Она просто не знает. Чё китомая? Блин, она еще руки все в этом. Она просто не знает, что мы будем делать. Ирис. Сейчас. И чё, как подбородок-то? А, вот. Расправить. Так. Итак. Сейчас мы полежим. После обеда. Блин. Черт. Опять все на волосы. Надо что-то это... Так. Сюда. И тут еще осталось немного жижки. Что? Сюда намажу. Вот так, да? Ну, красавец. Это, бля. Черт. Волосы испачкал. Ладно. Чё-то, наверное, у приличных-то девушек есть эти... Такие штуки надевают. Надо, наверное, тоже купить. Так. Чё, китай? Чё, китай моя? Чё делаем с тобой? Такой у нас будет кадр. Вот. Заставочка. Так. Ну, всё вроде, да? Хороший извращался. Всё. Надо лечь. Полежать. И теперь, девчонки, девочки, делайте себе красиво. Блин, чё, на броек вот всё вообще. Ты вот там могла бы... Она тоже себе будет сейчас красиво делать. Короче, день красоты у девочек. Всё. Так. Потом ещё эту фигню сниму. Или уже не надо? Положу. Хотела положить эти патчи-патчи. Ну, она прям сюда заходит, наверное. Ну, ладно, не надо, да? А то уж сильно красивая будет, да? Всё. Всё, девчонки, пойду я полежать. 15-20 минут, наверное, да? 20, нельзя сколько. Не знаю, сколько минут полежать. Короче, полчаса полежу. Думаю, не облезу. Всё. Всем хорошего дня. А потом я такая красивая. Не переключайтесь. Потом я такая красивая. Полезу. Чё-то делать со шторками. Надо всё-таки придумать. Они меня прям раздражают. Эти висят там коричневые. Две какашки. Всё, девчонки. Увидимся. Называется, если хочется работать, ляг, поспи, и всё пройдёт. Что-то у нас масочка-то прям придавила до элиска. Проспали полторы часа. Красотень моя. Ну что, надо вставать. Почти пить. О, господи. Я даже не понимаю, зачем я голову сюда вообще подняла. Как это всё снять? Не представляю. Там отвертка нужна. Блин, там пылюки, оказывается, столько в этом углу. Вроде обметала, обметала всё равно. Чёрт, и так просто не повесить. Потому что половины этих не хватает. Это надо снять. Ну что, наверное, надо кофе попить, да, а потом решить, как это всё сделать. Какие-то глазки надо продирать. Ну что, всё. Уснула, правда, прям этот. Да так крепко. Да чуть кофе не пролила. В этот попалась на глаза сейчас опять бумажка. Ну как, не бумажка, документ. С почтового ящика сегодня вытащила. И прям, знаете, первым делом, потому что обычно я внимания не обращаю, отдаю просто хозяину, ну, хозяину квартиры. И риск не трогай там, пожалуйста. Нет. Смотри. По срачельни кому? Увлеклась помидоркой. Этот, обычно отдаю хозяину квартиры и не морочусь. А тут... Короче, попался. Взносный капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома. Адрес вот так рукой закрою. Ну вот это вот написано, да? Блин, у нас такой раздолбанный подъезд здесь. Вот просто вообще... То есть мы когда еще первый раз сюда въезжали, ну, в смысле, снимали квартиру там, три года назад, да? Вот он как был в таком состоянии, он еще до этого, наверное, в таком состоянии, сколько лет было, не знаю. Мало того, что крыльцо подъездное, вот эти вот ступеньки там, их три, они все вот такие щербатые, короче, ну, то есть на них летом ты ноги там все переломаешь, да? То есть надо аккуратно, аккуратно придерживаться за дверь, чтобы выходить из подъезда. Ну, и заходить, соответственно. А уж зимой, когда там лед, там вообще, короче, горка такая. Потом там сразу как поднялся. Ну, то есть то, что ящики, эти стояки, все вот, все, короче, вытащены, ну, не все там, половина, допустим, провода, которые протянуты, эти кабели, короба сломаны, ящики сломаны, все ящики подъездные все сломаны. Ну, вот эти почтовые, да? Стекла перебитые. Короче, то, что на стенах там краска отваливается, ладно, это не важно. Ну, короче, в таком ужасном состоянии подъезда, я вот думаю, сейчас я опять повесняю, я думаю, может, что изменилось, ремонт сделали или что. Помнится, когда мы здесь были, ну, с дочерью-то, она все это дело фотографировала, крыльцо наше, там что-то на ВКонтакте ни акция была, не знаю, короче, куда-то она отправляла, там, на сайт города эти фотографии. То есть, она сфотографировала, что у нас вот по такому адресу, такой подъезд, там вот это вот все, да? Адреса и телефоны отделов региональных операторов, в ВКонтакте, Телеграм есть, все, что хочешь. Только главное плати. Плати, а вот за что берут оплату, почему вот эти вот ремонты не делаются для оплаты взноса на капитальный ремонт общества и имущества многоквартирного дома. Тут еще, знаете, в чем, девчонки, подстава, вот вы мне говорите, там, я так понимаю, что у нас нет, у нас, как они называются, ЖУ, Дом управления, вот, ну, короче, Дом управления. Дома-то старые, пятиэтажки, хрущевки, ну, представьте, да? Это в новых домах, там, вот эти всякие там советы жильцов и так далее. Тут такого нету. А вот, ЖКХ, лицевой счет единого ГИС, ЖКХ, жилищно-коммунальное хозяйство, ну, короче, ЖКХ. Вот. И правда искать, до кого достучаться, понятия не имею. Ну, у меня была такая мысль, вот, короче, это я кофе размешиваю, не сахар, если что. Я же его прям в кушке завариваю. И вот была такая мысль, думаю, где-то вот воспользоваться в конце концов тем, что ты блогер, у тебя есть доступ к общественности, да? Так скажем. Снять видео и где-то этого... Я только не знаю, куда, кому обратиться вот с этим страшным подъездом. Ну, просто, правда, так нельзя. За что? Ну, ладно. Ну, я оплачу. Если я оплачиваю, вот это вот все. Ну, то есть, это же мне тоже... Я здесь живу, я здесь плачу, пускай и недолго. Но все равно, почему я хочу жить? Если уж я сдаю на коммунальные, на ремонт, то хотелось бы, конечно, чтобы ремонт-то делался. Хотя бы стены покрасить. А не вот это вот все, что там, видимо, как... Что там стену долбили, не знаю. Там, короче, на первом этаже у нас там магазин, и первого этажа как бы как такового нету. То есть, вот, и получается сразу со второго начинается, да? Ну, вот это вот подъезд на первом этаже, то, что там долбили, я не знаю, что там было. Заляпало все цементом, закидано, да, стена. И вот она вот, эта стена трескается уже, вся там такая, ну, вот эта вот буграя, естественно, ее никто не штукатурил, не красил. Короче, непередаваемо это, надо снимать это, не так, слова ничего не... Короче, жопа. Вот так скажем-то. Кому с этим обращаться, даже не знаю. Но если такая мысль, снять вот это вот все, и где-то показать, чтобы, ну, хоть какие-то меры, ну, как-то деньги собирают, они куда деваются. Где деньги, зим? Так и хочется спросить. Я понимаю, конечно, что, правда, наверное, вряд ли найдешь, не знаю. Но хотелось бы уже, чтобы хотя бы подъезд покрасили. Ну, хотя бы покрасили. Я уж не говорю, прям тут ящики поменяли, там, перил сделали, нет. Ладно, фиг с ним. Люди сами лампочки меняют. как бы, нормально, ладно. Но вот это вот все крыльцо и стены подъездные, это, конечно, страх божий. Просто ужасно. А главное, ладно, даже стены можно пережить, фиг с ними, да. Но вот это крыльцо, я каждый раз выхожу, я каждый раз боюсь ноги переломать, серьезно. А уж по весне, тут вообще надо было на двери висеть на подъездной. Короче, вот так вот спустился, потом ее отпускаешь только, чтобы, не дай бог, не сквозануться с этих ступенек. Но они скользкие, считайте, налить там, вода, вот это вот все, все дела. Короче, ужас. Не знаю, что с этим делать. И стоит, и связываться. Девушкина, кто-нибудь связывался? Будет результат, не будет? Не знаю даже. Ой, что же это эти? Ой, как в тему сейчас прям, помяни, да? Долго жить будет, богатым будет. Хозяин квартиры позвонил, говорит, завтра с 10 до 12 придутся эти, пломбировать счетчики. Он только, он счетчики поставил, на воду. И говорит, в течение полугода ждите, когда придут. Вот завтра они придут. Он писал там что-то, заявление, что-то такое. В течение, будем по счетчикам платить. Теперь. В этот, пломбы ставить. то есть пока он просто так за общий берет. То, что вот я же говорю, я там единую сумму отдаю, и все. А тут это, по счетчикам, он говорит, по счетчикам, ну, я не знаю, короче. И вот его, спросил я, говорю, не поможешь мне, гордина. Он сказал, ладно, помогу открутить, снять. Ну, снять-то снимет, но ждать-то он, наверное, не будет, пока я там туда-сюда потанцуем с гординами. Ладно, ну, хотя бы снять поможет, уже великое дело. Там дальше придумал, как повесить. Ладно, вопрос отпал сам собой на сегодня, да? Можно дальше идти, валяться. Кино, я так, я включила, девочки, я увидела только титры. Все, и так, пушкался. И вырубил у меня киношку, хотел посмотреть. Ладно. Ой, опять. Ладно, все, работа зовет, вон, всякие сообщения приходят, это пора в этой девочке, по работе. Все, все, надо идти, работу, работать. Шторки опять отказываются на завтра. Ладно, фиксим. Обратите, моск. Ну, все, девочки, напишите, пожалуйста, как думаете, что можно вот с этим вот подъездом сделать? Ну, в смысле, кому пожалится там? Стучает там, или пожаловаться на него? Я бы настучал. Ну, а че? Люди платят, И че? Кои деньги-то деваются? Ужас. Ну, все, ладно. Не будем больше вредничать. Пока-пока. Пишите комментарии. Блин, желтый, жирненькую свету, как ее называют, стенку. До нее пока ручонки не дошли. Все. Пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok.